Эту акцию уже девятый год проводит Главное командование внутренних войск МВД России. В этот раз на оздоровительный отдых приехало более ста семей со всей страны. В рамках благотворительной акции семья Валентины Бурак в Сочи приехала второй раз. Беда настигла их в 2004 году, когда глава семейства погиб при выполнении служебного долга. Дети тяжело переживали гибель отца. Сын переживал, сын очень плакал. Мне кажется, даже в характере у него что-то изменилось. Он такой был всегда веселый парнишка, жизнерадостный, а потом как-то замкнулся чуток в себе. Но это со временем все прошло. Мы гордимся своим отцом. Он у нас хороший был человек. Сегодня состоялась традиционная встреча членов семей погибших военнослужащих с руководителями ведомства. Заместитель главного командующего внутренних войск МВД России Валерий Новожилов побеседовал с домами героев и вручил детям памятные подарки. Сколько тебе лет? Пять. Сходи ходишь? Сейчас, сейчас. Нравится ходить? А уже купалась? Да. А с кем приехала? С бабушек. С бабушек. После состоялся праздничный концерт. Для гостей мероприятия выступал самый молодой военный творческий коллектив. Ансамбль песни и пляски 46-го отделения бригады оперативного назначения. В этом году он отметил свое семилетие, но его участники уже стали лауреатами всевозможных премий. Мы от копы роем, мы и раны лечим, мы боеспособность нашу обеспечим. В Сочи семьи погибших сотрудников МВД ожидают экскурсии по историческим местам, спуски по горным рекам и спортивные соревнования. На курорте дети вместе с родителями пробудут 10 дней. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ